Ну и продолжая линию, которую начали мои замечательные коллеги, пытаюсь, скажем так, привлекая опыт работы паллиативного проекта фонда «Подаря жизнь, качество жизни», наше наблюдение того, как жило и работало отделение клинической психологии в центре имени Рогачева, чтобы конкретизировать то, что происходило с семьями и происходит в период пандемии, сверить некоторые такие, скажем так, догадки, может быть, меняя некоторый масштаб, приближаясь к конкретным семьям и, может быть, иногда опять останавливаясь на самых важных вещах, буду продолжать. И также таким дополнением и важным освещением в конце доклада будут результаты опроса, произведенного благодаря сотрудничеству Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи и Елены Владимировны Полевиченко, которые тоже показывают восприятие этой ситуации уже со стороны медицинского персонала. Почему мы так много об этом сегодня говорим? И я думаю, что мы здесь с коллегами очень совпадаем в важных акцентах, в важном понимании. Это тоже не зря, тоже не спроста. Дело в том, что, оказавшись в сложной ситуации, нам достаточно сложно ее изучать. Сложно ехать на велосипеде и одновременно изучать его устройство. Это невозможно иногда делать одновременно, можно лишь только поверхностно что-то изучать. Поэтому, наверное, опыт того, что мы это с коллегами обсуждаем, в том числе на круглых столах здесь, благодаря форумам Ассоциации и благодаря вам, дорогие коллеги, у нас есть возможность эту ситуацию прорабатывать. И тот опыт, с которым мы сталкиваем, делать его менее стрессовым для нас, менее травматичным. И помогать себе и коллегам в процессе горевания и, безусловно, пандемии, ассоциированные одновременно с этими тремя сложными процессами по тем причинам, о которых очень подробно говорила Алина Евгеньевна. И если ретроспективно посмотреть на то, где мы сейчас с вами находимся, и понять, что мы с вами в первом этапе проходили какие-то очень сложные этапы, стадии, перескакивали с друг друга, то мы можем сказать, что мы совсем по-другому чувствовали себя в период продолжения пандемии, в период второй волны, или кто-то даже успел ощутить какое-то влияние третьей волны. И мы здесь видели и видим, что и специалисты, и семьи, с которыми мы работаем, сталкиваются с колоссальной усталостью от этой темы, от этой проблемы, с невозможностью ее терпеть и желанием действительно куда-то избежать, как-то от нее избавиться. И, наверное, в последние месяцы мы можем сказать, что в целом медицинский мир и семьи, которые попадают в палеотивные ситуации, в общем-то, на данный момент гораздо лучше адаптировались к этой ситуации, чем раньше. Можно с вами сказать метафорично, что мы практически научились жить в какой-то и работать в какой-то параллельной реальности. С одной стороны, здесь есть ковид, с другой стороны, он уже не перебивает и не блокирует нашу работу, хотя очень много вещей нам по-прежнему недоступны, по-прежнему непривычны, и в каком-то смысле какая-то часть нашей жизни все еще продолжает находиться в каком-то совершенно другом измерении. Особенности того, как притекает пандемия во всем мире, еще и говорит, что море никогда не бывает одинаковым в разных его частях. Где-то оно спокойно, где-то в нем сильный шторм, где-то в нем волны, где-то отлив. Это говорит о том, что достаточно сложно представить, с какой ситуацией и с каким пиком или его отсутствием может столкнуться конкретная семья в конкретный период. Мы с вами обязательно должны это мониторить и представлять, что мы с вами можем находиться в очень разных точках. Ну вот позвольте поделиться с вами нашими соображениями, наблюдениями проекта «Качество жизни» дистанционного сопровождения семей, имеющих детей с онкологическими, гематологическими заболеваниями, которые отправляются домой для продолжения палиативного лечения. Наш проект больше работает в тех местах, где палиативная помощь только развивается и нет ее, скажем так, в достаточности или она по каким-то причинам недоступна. И мы предлагаем медицинскую, социальную и психологическую помощь. Ну, я буду здесь рассказывать про психологические аспекты, которые мы видим, с которыми сталкивались проблемы, с которыми сталкивались наши семьи. Ну, прежде всего, надо сказать, что они попали в новую ситуацию, так же, как и врачи. Они оказались, возможно, не только в тяжелой ситуации угрозы, и еще большей угрозы, и большей уязвимости, сокращение времени жизни ребенка, но и они оказались под, скажем так, в числе подозреваемых, да, и в числе людей, которых иногда тоже приходилось избегать, и семьи это очень остро чувствовали, потому что они вдруг могли быть заразными, потенциально заразными, могли быть источниками сложных каких-то инфекционных проблем для персонала и окружающих. Мы знаем, что появился новый риск не только потери ребенка, но и потери ухаживающих взрослых или разлуки с взрослым или с семьей в случае, если кто-то из близких заболевает. К сожалению, такое случалось. Это становилось невероятной трагедией, особенно с учетом того, что совершенно не было времени на восстановление и адаптацию к этому процессу. Также большинство семей отмечало возрастание неопределенности и числа тех факторов, которые связаны, в первую очередь, с прогнозом, с прогностическими сложностями, которые очень сложно контролировать. И, к сожалению, мы знаем, что многие семьи теряли в качестве помощи и медицинской, и социальной, и психологической, плановых обследованиях. Помощь становилась менее доступна, чаще прерывалось лечение, поддержка. Было много перебоев с обеспечением жизненно важных препаратов, обезболивающих. Конечно же, семьи столкнулись с еще большей изоляцией. И очень многие наши подопечные, семьи отмечали ухудшение коммуникации с персоналом, что, конечно же, было одним из факторов, который дестабилизирует адаптацию. В целом мы бы охарактеризовали то, что происходило и то, что происходит сейчас с семьей, которые сталкиваются с пиками этих волн пандемии, что их ресурс адаптации находится на пределе возможности. В связи с тем, что угроза действительно большая и запредельная, как ее многие называли. Алина Евгеньевна говорила о том, что многие семьи наши успешнее справлялись с ситуацией, в том числе учили нас, как адаптироваться к изоляции, к одиночеству, к ограничениям, потому что они уже имели до этого свой опыт и оказывались более ответственными и осознанными. Кроме того, некоторые из наших семей, по нашим наблюдениям, приобрели очень важный и ценный опыт не только стойкости, но и вдруг оказались неодиноки со своими проблемами, в частности, например, с горем и с тем, что они теряют близких с другими семьями. Потери и смерть происходили, тяжелое течение болезни происходило и в других семьях. И в этом смысле семьи оказывались лучше и более понимаемыми. И то, что происходило с развитием технологий, непосредственно помогало нашим семьям. Например, в том числе и нам, и нашим многим коллегам, которые занимаются в области телемедицины, социальной и психологической дистанционной помощи, волонтерской помощи, освоили новые форматы и палеотивные семьи, которые сопровождаются дистанционно и вынуждены быть в изоляции или ограничены в своих возможностях, в настоящий момент обогатились гораздо большим вниманием, качеством помощи, учебными и волонтерскими проектами, в том числе психологическими. И надо сказать, что год прошел под тематикой проработки психологических и научных тем, связанных с изоляцией, с гореванием и дистанционной поддержкой. Это в целом очень большое приобретение не только для наших семей, но и для нас с вами. Наверное, еще никогда так тема горевания не обсуждалась, не было таких проектов, конференций по проработке этого тяжелого события. Ну и, конечно же, появились новые реальности, новые задачи медицинские, психологические, связанные с информированием маленьких пациентов и их семьи о том, что такое вирус. И мы здесь тоже можем привлечь ваше внимание к тому, что появилось много и быстро хороших разных материалов, которые помогают нашим маленьким пациентам и чуть большим, потому что мы всегда сравниваем родителя, находящихся в кризисе, по уровню доступности и, скажем так, восприимчивости материалов к уровню детей и подростков, когда им легче воспринимать простую, хорошо структурированную информацию и рекомендацию. И эти рекомендации есть в виде плакатов, в виде разных памяток, в виде супергеройских книжек и даже в виде энциклопедии. Ну а с психологической стороны мы уже с вами поняли, как помогать этим семьями эффективнее. Конечно же, нам теперь проще говорить о том, что с ними происходит, и как о нормальных реакциях, нормализовывать их состояние. Очень важным оказывается эмоциональная поддержка и контроль, уровень эмоционального напряжения и возвращение чувства контроля, которая в ситуации пандемии у палеотивных семей еще больше уменьшается и возрастает еще большая потребность. Ну и, конечно же, опыт пандемии помогает нам учиться более бережно относиться друг к другу, как говорила у меня Александра Фаиловича, Алина Евгеньевна. И наша задача с вами продолжать развивать те функции и те опции, которые были начаты, в том числе дистанционные возможности, возможности организации дистанционной жизни ребенка. И мы обратили внимание, что очень много усилий социально-психологическими службами, работой в палеотиве, в ситуации пандемии, стала работа с сиблингами и непосредственно семьями. Отчасти это связано с тем, что все стали локально в каком-то одном месте территориально и более доступны. Но позвольте перейти к короткому нашему докладу результатов опроса. На форуме Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи нами был запущен опрос о пандемии для медицинского персонала. Преимущественно у нас участвовали врачи и медсестры. Медсестры чуть в большей и более активном формате. В настоящее время в опросе можно продолжить участие и высказать свое мнение. Пожалуйста, приглашаем. Ну а на сегодняшний момент мы пытаемся рассказать, представить результаты 162 участников, которые преимущественно работали в стационаре, в выездной патронажной хосписной помощи и в детских поликлиниках, и в детских больницах. Конечно же, большинство наших респондентов отвечало сильное возрастание психологической нагрузки в связи с ситуацией пандемии. И связана это была нагрузка, по мнению наших участников, преимущественно с профессиональными факторами. И рисками, и нагрузкой, и дефицитом персонала, и сложностями логистического характера, которые приходилось реализовывать и решать, и семейными факторами. Наших сотрудников, медицинский персонал и медицинских сестер очень волновало состояние близких и состояние семей. И так получалось, что, почувствовав некоторую нестабильность вот этого бэкграунда, который иногда нам придает уверенность и, безусловно, является ресурсом восстановления, наши профессиональные способности и профессиональные способности медицинского персонала, конечно же, становились менее крепкими. И оказывать, люди очень отвлекались от работы, и приходилось воевать и дома, и на работе. Эта ситуация заставила многих участников палеотивной помощи задумываться о необходимости оказывать себе собственную помощь в ситуации выгорания. То есть это понятие стало знакомо практически каждому. И многие из участвующих опросов отмечали, что они это использовали, и это было для них одной из задач справиться с ситуацией. Что касается сложностей, которые возникали у медицинского персонала в общении с родителями, то, конечно же, ввиду инфекционной опасности это общение стало сталкиваться с гораздо большим числом различного рода сопротивлений. Семьи как отказывались от очных визитов, осмотров, так и от общения по телефону, ссылаясь на его неудобства, потребности в каком-то контакте, так и требовали гораздо больших ресурсов со стороны персонала для того, чтобы объяснять, успокаивать, разъяснять, что происходит. И, конечно же, все это результатировало и проходило на фоне колоссального увеличения объема работы, трудностей логистики и режиме работы в ситуации повышенной готовности к оперативному реагированию, в условиях изоляции, дефицитов, коппингов, справляться с тем, что происходит, и разных других дефицитов, которые касаются и материальной базы, и средств защиты. Наши участники об этом отмечали. Дети не так часто, скажем так, становились источником тревог и нагрузки у медицинского персонала, палеотивных служб, но мы знаем, что дети чаще защищены родительской помощью, поддержка. У них есть надежный буфер или контейнер, который берет на себя часть нагрузки. И чаще всего они либо не озвучивали свои сомнения, вопросы, переживания, либо озвучивали их редко, но, скажем так, не очень докучали медицинскому персоналу. Больше всего они жаловались на отсутствие контактов с друзьями, ограничения, невозможность использовать те дни, когда у них хорошее самочувствие, были ограничены в перемещениях. И, конечно же, те дети сознательного возраста, которые понимали, что происходит, очень тревожились за своих близких, потому что большинство из детей, конечно же, понимает, что именно взрослые и старшие поколения оказываются более уязвимы по сравнению с ними. Но и сами дети сталкивались с тем, что они боялись заболеть коронавирусной инфекцией. Страхи по поводу плохого самочувствия и умирания сменялись здесь некоторыми другими страхами. И, конечно же, большинство семей, к сожалению, по мнению врачей и медицинских сестер, было лишено узкопрофильной или специализированной помощи ввиду перепрофилирования разных больниц, нехватки персонала и изменения хода привычной жизни и работы. А что касается родителей, то как раз со своими тревогами и вопросами по поводу ситуации, они очень часто, и мы подозреваем гораздо больше, чем к психологам, обращались как раз к медицинскому персоналу, к докторам и медицинским сестрам. Здесь можно сказать, что жаловались они не только на то, что оказываются в большей изоляции и оказываются с меньшими ресурсами, но в начале пандемии многие действительно столкнулись с некоторой информационной лавиной, небезопасностью, тяжело переживали этот период. И, конечно же, огромное количество страхов выпало на долю родителей. Как заразить детей, так и своих близких, семьи были в замешательстве, кого от кого изолировать. И было страшно, и была большая потребность родителей защитить ребенка хотя бы от этой коронавирусной инфекции. И, к сожалению, тревоги и волнения и отсутствия помощи. Мы знаем, что и доктора, и медицинский персонал, и сестры болели, очень долго болели, персонала не было. Это приводило к ощущению некачественной заботы, помощи, и, кстати, к возрастанию жалоб и непонимания в коммуникации между семьями, родителями и медицинским персоналом. Интересный слайд о том, кто же поддерживал наших медицинских специалистов, врачей, медицинских сестер и медицинских братьев в этой ситуации. Как ни странно, тот самый бэкграунд, о котором очень тревожились наши специалисты, паллиативных служб, являлся как раз и той поддержкой одновременно, которая помогала и поддерживала специалистов. Мы видим также, что пандемия сплачивала коллективы и давала возможность людям опираться друг на друга, в рабочих, на рабочих местах. И мы видим, что, в общем-то, большинство специалистов отмечает адекватные действия со стороны руководства и поддержку, которая тоже помогала. Ну, а что касается поддержки волонтеров, некоммерческих организаций, каких-то специальных программ, и в том числе психологических, то они были значительно меньше. Ну, и по мнению опрашиваемых, психологическая помощь, к сожалению, была минимально представлена. В связи с этим, с тем, что приходилось, с тем, с чем приходилось сталкиваться персоналу, со сложностями собственными и сложностями, которые были в этой ситуации и у семей, медицинский персонал часто брал на себя роль помощи, да, и роль психолога, оказывая в меньшей степени помощь детям, но в большем и подавляющем большинство специалистов поддерживало эмоционально и психологически самих родителей в этой ситуации. И в настоящей реальность такова, что с появлением вакцин и возможностей вакцинирования все больше и больше специалистов сталкивается, мы видим это по динамике заполнения опроса, все больше и больше специалисты понимают, что это и необходимость, и одна из задач и специалистов палеотерапевтных служб инициировать эти разговоры и обсуждать с родителями эти возможности, которые позволят контролировать уровень инфекции и пандемии. Но, несмотря на то, что помощь психологами отмечается, оказывалось, недостаточно, к нам с вами есть достаточно большое и разнообразное число вопросов. Возможно, мы с вами их постараемся обсудить на этом круглом столе. Основные запросы связаны с тем, что специалистам палеотерапевтных служб, врачам и медицинским сестрам очень хочется лучше понимать, может быть, здесь продвинуть какие-то свои навыки о том, как разговаривать с родителями о новой инфекции, новой ситуации, о том, что можно предложить родителям и семьям в качестве каких-то способов, методов успокоения, работы с тревогой, страхами, стрессом. Чем занять ребенка, который изолирован, что порекомендовать в этом смысле родителям, как справиться с собственными эмоциональными переживаниями, в этой ситуации и как продолжить справляться с тяжелой ситуацией, которая в каких-то периодах меняется, в каких-то снова волной наполняется. Ну и мы видим, каков запрос в психологической помощи у специалистов палеотерапевтных служб достаточно высокий, на наш взгляд. При этом специалисты видят разные возможности оказания этой помощи и групповых занятий, и индивидуальных консультаций. Лидируют групповые занятия, наверное, в связи с тем, что не хватает возможностей какой-то коммуникации, и опорой является профессиональная поддержка, и понимание коллектив. Александр Рафаилович говорил о том, что большая группа не всегда оказывается здесь в эти периоды надежно. Но и большим является запрос на индивидуальные консультации. Наверное, выбор преимущественного формата онлайн предполагается и говорит нам о том, что не всегда специалисты психологической помощи оказываются доступными. И здесь новые возможности, которые предъявляет пандемия, охотно могут быть использованы. Ну, я благодарю вас за внимание.